Все, все спасует на блед. Да, уже можете говорить. Сегодня 24 февраля. Февраля. 2011 год. 2011 год. Все, спасибо. Да, спасибо. Предвоенные годы. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Чувствовали, что война будет? Так. Вы пересказываете. Да, конечно. Перед войной ты чувствовал, что будет война? Нет. Ну, тогда я учился, в 10 классе я учился. Вернее, я уже служил в армии. Я призвался после окончания школы, 10 классов. Это был 40-й год. Осенью в 40-м году я призвался в армию. Ну, уже были сигналы и в газетах, и в этом самом радио. Передавали о том, что обстановка серьезная. Что на Западе Гитлер готовит войска к нападению. Что они, гитлеровцы, уже захватили почти половину Европы. В том числе и Францию, и эти были Люксы, и другие, и итальянцы. Они уже захватили Польшу, и это беспокоило нас. И даже в армии мы чувствовали это тело. Ну, меня сразу послали и поехали. И мы на Дальний Восток меня перейдили. Отправили. Я же родился на Кавказе. Кировобаде бывший город. Вот оттуда, прямо на Дальний Восток. Недалеко от Владивостока есть там город Сучань. Там располагалась железнодорожная войска. Баталюр железнодорожных войск. И так раз, значит, меня туда. Шпалы таскали, рельсы таскали. Делали железнодорогу. Учили себя делать железнодорогу. Вот. Потом, это уже к концу мая, к концу мая уже... Как хочешь рассказать, это я... Важно, конечно, подробно. Да. 21 число, мы же там рано встали, разница у нас большая, 7 часов. Вечером пригласили нас, эти самые солдат, пригласили в кино. Показывали фильм Чапая, то есть этого Чкала. Лили Чкала. И вдруг прервалась эта самая... Остановили. И все в казарму. И мы побежали в казарму. Там нам соберили, что началась война. Это 4 часа утра по европейскому времени, а на Востоке уже было 7 часов. 7, не считай, в это время. Вот. Ну что, нам сразу раздали оружие, боевые патроны, значит, это самое... Патроны, вернее, боекомплект. Нагрузили нас и в летние лагеря. На подготовку к войне. Учили нас стрелять, учили нас тактическим приемом. Да, собственно говоря, учили всему. У солдатов все надо. Уметь надо стрелять, уметь надо бежать, уметь надо противогазы ходить, носить весь мешок, тяжесть где-то до 25-30 килограмм. Вот. Всему этому нашу учили. А потом вышел приказ Министр обороны, всех десятиклассников собрать и послать на учебу офицеров. Ну, нас собрали, значит, первую роту стрелкового полка. Значит, в каждом стрелковом полку тогда организовали первую роту с образованием одинаковых. Десять классов и высшего образования. Мы там вместе два или три, да. Ну, и послали нас на учебу на офицеров. Я учился во Владивостоке, это вторая речка. Там военный городок и военное училище. И три месяца. Шесть месяцев? Три месяца. Учебу. Ты говоришь шесть месяцев? Да? Ты говоришь шесть месяцев. Шесть месяцев. Шесть месяцев. Может быть, шесть месяцев, да. Уже в 42-м году, в январе, в феврале 42-го года я был лейтенантом. В ней кубики, петлицы, кубики. И в этом самом войска. Там командир взвода минометного. Командир взвода минометного. Ну, и все, и пошла уже в службу офицеров. А в каких сражениях вы принимали участие? Значит, освобождение Манчжули. Вот самые такие боевые действия. Там, в районе Большого Хингана, то есть Малого Хингана. Большой Хинган. Дали эти самые вторые дали востокий фронт. А мы первый дали востокий фронт. И вот, воевали как раз вот на этой... Там, как у нас, вот этот самый... Олимпийский, ведь, 1200 метров. Бездорожье, без ничего. Но там выше. Там выше было. Более полутора километров высоты. Бездорожье. И при том, вы представляете, механизированная дивизия. Механизированная дивизия с преданными танковым полком. И вот эту махину мотора пройти по бездорожью, это очень было сложно. Японцы не успели там выпустить несколько снарядов по нашей колонии. И мы встали все. Право горы, влево ураг. Некуда было деваться. И мы пока вызвали авиацию, пока уничтожили эту огневую точку, пришлось долго посидеть там. И там впервые я увидел смертника японского. Комикранцева. Смертника. Значит, колонна стояла. Он откуда-то возьмись, или с дерева, или откуда-то прыгнул. Прям подошел в эту орудию, сунул рушную гранату в ствол, разорвал орудие. И нам пришлось его поймать. Кто только у него настрелял, он даже его... Вот это впервые я увидел, этого самого смертника японского. Что было источником? Они обычно сидят на этих, на деревьях. Когда колонна проходит, они щелкают там. Офицерских, офицеров особенно. У них задача была такая. А что было источником мужества? Силой откуда брались? Сражаться, воевать? Защита Родины. Защита Родины. Да. А можете рассказать о подвиге? Притом, значит, я еще должен сказать, 9 числа августа месяца, на 8 вечера, на 9, у нас там полку, мы там были на границе, как раз, значит, это самое, от пограничников. Пограмм-полоса, вдоль границы с Японией, мы как раз были там, значит, прорвалась мысль, и я что бы хотел сказать. Да, ты самый главный расскажи, а то тебе будет трудно все вспомнить. Да, а что ты не хотел сказать, дорогой? Тебе будет трудно это все вспомнить. Ты самый главный сказал. Да. Ну, что, речь о чем шла? По границе, японской границе. Ну, ладно, пропустим. Этот вопрос у вас какой был? О подвиге можете рассказать? А, о подвиге, вот это самое. Вот, о подвиге защиты Родины. Вот я хотел сказать, что мы стояли на границе, по грамм-полоса идет, 8 метров широкого, вот, и мы, значит, где-то 700-800 метров сзади. Вот, значит, у нас одна единственная была задача, перед тем, как начать война, 9-е, 6-е, 8-е, партийное собрание, да, клятву, выступали. Вот, помнили, как они в 36-38-м годах, они нарушили нашу границу и перешли в район Хахингола, в район Вазархасан. Как раз я в этом районе, Вазархасан. Вот. И дали клятву Родине защитить, освободить Манчжури для Китая. В Манчжури до 32-го года была японская территория, а японцы захватили в 32-м году и сделали себе это, ну, как-то, пристань еще, что ли. И там собрали около миллиона. Плот, да? Плот, да. Солдат, да, около миллиона было. Плот, да, что напасть на Россию, да, ничего они делали. Они стояли на границе, чтобы не пустить их. Да, так что вот, защита Родины. А награды, имеете вы награды? Да. Можете о них рассказать? Орден Красной Звезды, Орден Отечественной Войны, медаль за боевые заслуги, за боевые заслуги, ну, и там кучу медалей. Медаль за освобождение Китая, за Корею, за Японию. Ну, это я не считаю. А особенно дорогая какая из всех? Самая дорогая какая? Самая дорогая это Орден Красной Звезды. А за что получили? Для меня. За что получили его? За боевые действия. Можете рассказать о своих командирах? О командирах? Да. О-о-о. Вот он надо записывать все там, да? Ну, ничего страшного. Как раз у него была записная книжка, у него было все записано там, командиров там, уставач, и все. Блократ я не дам, я искали нашел. Искали, искали целый день. Ну, ничего страшного. Ну, хорошо, покупали. Мои друзья погибшие, фамилии их, все это и самое. А мой лучший друг, мы в одном полку служили, я был командиром миноматного завода, он был командиром пулеметного завода. И вот он погиб, прямо на моих глазах. Иосиф Исаевич. Как? Ицкович, по-моему. Угу. И он из Володы. Да многие, многие друзья потеряли там. Мы, вспомнится, после второго дня наступления, как-то у нас организовалось там, даже в Мажорской Сопке, организовалась так, обстановка сложилась так, что мы оказались, значит, прямо друг против друга. Я полностью с той стороны, а мы с этой стороны. И у нас много погибло. И нам пришлось 13 человек похоронить в одну, в одной яме. 13 человек. Наши офицеры, наши солдаты. А потом уже пошло дальше. Наши уже, мы их застали, сразу с первого дня, мы их застали врасплох. Они еще спали, а мы уже у них были на окопах. А полководцы, кого во время войны вы считали наиболее выдающимся? А, ну, командующий фронтов, Мариновский. Между прочим, после войны, в 54-м году, в 54-м или 55-м году, уже после войны, моя батарея, я уже был там, командир батареи, испытывал новый вид оружия. Не оружие, а управленческий прибор. Арсен назывался. И я испытывал этот выраженный, что он сидел у меня на наблюдательном пункте, сзади меня, со своими этими заместительными, адъютантами. То, что я с ним знакомо, лицо прямо. А к Сталину как относились? К Сталину? Да, к Сталину. К Сталину? К Сталину как относился? Значит, когда у нас было партийное собрание, вот там мы и вспомнили, что нас призывает Сталин, защита Родину, нас партия приглашает, не приглашает, а направляет. Направляет. Ну, направляет как-то грубо. Да. Защит Родину. Вот потому и, собственно говоря, у нас была любовь к нему. Я секрет, я не скажу, это не секрет, но я, мое мнение до сих пор, оно положительное. Он много сделал, для России. Вы представляете, 20-е годы России? Ну, примерно, да. Совершенно правильно. Да. Это отсталая, аграрная страна. не тракторов, не тракторов, не лошади и люди. Он поднял. Поднял. Многие говорят, что колхозы, вот, туды, суды. колхозы, но я считаю, что коллективные эти хозяйства были сделаны правильно, но были допущены ошибки. Вот силы заставляли, значит, Сталий сказал, в течение трех лет вы должны показать практически как колхоз живет, как колхоз работает, чтобы люди самостоятельно шли и ну вступали в колхоз. Да, в колхоз самостоятельно. Ну, не хочу у нас свежей и сейчас партия говорит одно, правительство одно. На местах другое делается. И так местные власти начали силы заставлять, чтобы народ все пошел как-то. Но все равно колхозы были сделаны правильно, потому что коллективные хозяйства обработки земли лучше, чем индивидуальные. Коллективные хозяйства применяются трактора, другие эти самые сейлки, сено косят, убирают все механизированы. А раньше все это делалось с серпами. Серпи молод. Поэтому были допущены ошибки. И вот в 1932 году Сталин написал правде статью «Головокружение от успехов». Его статья «Головокружение от успехов». «Головокружение И вот он там разделал всех этих секретарей первичных организаций, районных организаций и дали по мозгам для того, что они силы заставляли вступить в колхоз. хвост». А уже к началу войны у нас уже более-менее коллективные хозяйства уже давали и хлеб, давали и темно все. Все продукты уже были свои. Привозных не было в то время. А вот на фронте были люди разных национальностей. Что объединяло людей? Разные национальности были? Что объединяло вас? Ну, по-моему, идея вот эту дружбу народу. Идея дружбы народу. Я, например, жил среди азербайджанцев. я уроженец из азербайджана. Я учился в Кирабаде, закончил 10 классов. Ну, у нас в городе смешанно жили и армяне, и друзины, и азербайджанцы. Все начали такого сильного ненависти или что-то такое. Стычка, конечно, были. Стычка и молодежь дерутся между собой. Кто это такой? Он армянин или грузин или это само азербайджанец. В этом деле. Они национальный вопрос был поставлен очень хорошо. Это по-моему. Такого не было, как сейчас. А вот сейчас, скажем, в 90-е годы, когда уже советская власть не стала, воспитанием молодежи некому было заниматься. Комсомолов ликвидировали, пионерские организации ликвидировали. Ну, а комсомол-то строил Россию. Город комсомол на Амуре кто строил? Комсомольцы. Кто поднял целину? Комсомольцы. Кто строил железные дороги в Сибири? Комсомольцы и все. Ну, почему-то сейчас говорят, что комсомольцы нехорошие. Не понимаю. До меня это не доходит. А вот на фронте часто складывалось тяжелое положение. Тяжело было на фронте. Как не падали духом? Как не падали духом? Дисциплину как поддерживали. Друг другу поддерживали. Была настоящая дружба. Вот, например, значит, мы там в 43-44 годах мы жили на границе, там же в деревне от границы 25-30 километров близко нет. Мы там в землянках жили. Там лежит и русский, лежит и татар, лежит и армянин, лежит и... И никто ничего не говорил. Они все знают, что победить только друг друг. Вот у нас такая была мораль дружба. И она была очень хорошая, действующая. И все они... Мы в 43-м году получили эшелон узбеков. Одни узбеки. Значит, никто по-русски не разговаривал. Их надо было учить. Их надо было всему учить. А они говорят, мы винтовкой в руки брать не будем, мы стрелять не хотим, это само. Но пока мы их объяснили, пока мы их учили, это прошло полгода. Пока они взяли в руки автомат винтовку положили на рубеж стрелять по мишеням, проходило туго. Ну, а потом все нормально. А как встречали вас люди в освобожденных городах? Люди как встречали? Знаете, значит, мы корейцы, корейцы нас радовали. Японцы обижали корейцев. Но они вот, когда, значит, освободили часть Кореи, они даже нам сами приносили живой скот, говорили, пожалуйста, режься изношите ярусную. Мы пользовались этим. Так что вот вот самое. А в то время китайцы еще были далеко от нас. Мы уже потом, когда освободили Манчжурию, когда китайцы уже зашли в Манчжурию, вот тогда она была очень хорошая. Мы все свое отдали им. Начиная от противогаза, кончая одеждой, я уже говорю о вооружении, и машины, и трактора, и всю технику передали им. Расскажите, пожалуйста, о боевых трудностях на фронте. Как вы преодолевали бытовые трудности? бытовые трудности. А, бытовые? Он моему голосу привык уже. Хорошо. Я сама вернусь. Во время войны казарма землянка. Это не счет. А после войны после войны обстановка была плохая. Войска нуждались в новых казармах. Офицеры нуждались в квартирах. Вначале было очень плохо. Вот, например, когда мы уже после войны в 46-47 году освобождали Порт-Артур, Дальний город, вошли туда в Японцев оттуда. Там же война тоже была. Нет, тут бытовые вопросы. Нет, но ты не рассказал в продолжении, что город Дальний это русский город. Значит, в 1903 году русские войска там строили казармы и прочее, прочее, а потом уже расширили, построили гавань большую и разместили там военно-морской флот. Уже до третьего года, до 1903 года. Этот город уже существовал, Порт-Артур уже существовал, вот, находились, гарнизон находился в самом городе Порт-Артуре и другой гарнизон находился в Дальнем, в городе Дальний. Дайрен, да? Дайрен, да. Дайрен, по-китайски. Вот. Ну, ну, как освободили? Оттуда тоже японцев выгнали же. С японцами тоже там воевали, выгнали оттуда. Ну, ну, как воевать? Стреляли, убивали, воевали. Ну, и, собственно говоря, все там за 23 дня, за 24 дня освободили. Так быстро, потому что мы как напали, утром, рано, в 4 часа мы уже были на территории Манчжурии, и японцы спали еще. И с этого момента, когда они начали драть, и до самого конца, значит, они не останавливались. Вот, только вот на больших высотах, на Хингане, на Большом Монголии, то есть, в Монголии, на Малом Хингане, вот здесь, значит, это самое, там начали обороняться, ну, там военные шли, это самое. А уже в сентябре месяце, уже 3 сентября, император подписал капитуляцию. Капитуляцию, да. А вам прислали оттуда, с Восточного фронта части, в поддержку? Да. Значит, с Восточного фронта начали к нам поступать уже после мая, когда началась война, то есть, кончилась война на Западе. Уже июнь, июль, июнь, июль, вот эти два месяца эшелонами, целыми эшелонами бригады, полки были переброшены к нам это самое, на дополнение к нам. Так что, они уже были опытные, подсказывали, что уже, уже это самое, Первый Дальневосточный фронт окрепился армией Крылова, Пятая армия. Мы сначала были в Первой армии, а потом Пятая армия генерала Крылова полностью, значит, перебросили на наш участок, и мы, значит, вот вместе с этим и пошли. как вы оцениваете нашу боевую технику, технику боевую, с которой воевали, как оцениваете? Тогда как оценивали технику? Значит, 8 числа вдоль границы Больше двухсот Катюш установили вдоль границы, начинала от Севера до Юга Манчжурии границы, вот это самое. И на рассвете Катюша заработала. От этого рева, от этого все, и начали бежать. А Катюша выстроил там страшный рев такой. соседи наши как раз с правой стороны бригада Катюша. Вот они от этих реактивных снарядов бежали японцы бежали до самого конца. А отдых как отдыхали во время затишья? какой там отдых? Ну там где-то там газ положишь там на обочину поспишь полчаса или часу пока остановка прояснится и все. А известия из дома писали письма домой? Известия собственно говоря некогда было. Некогда было. Не было связи. А вам то есть уже после войны уже восстановилась почта начали работать. Ну вот про войну с Японией. Как вы оценивали то, что после войны пришлось воевать с Японией? После Германии пришлось воевать с Японией? Как оценивали Как оцениваешь, что после войны начали воевать с Японией, как ты оцениваешь это? Кто оценивает? Вы, как оцениваешь? А, ну как опытные, поддержка такая. Нет, договор был с Америкой. А? И в самом деле, да, поддержка большая. Они опытные эти друзья. А о союзниках СССР, что вы знали о них? Ну, кто помогал нам? Кто? Союзники. Союзники. А о союзниках СССР? Что ты думаешь, союзники? А, союзники. Значит, союзники или кто? Значит, 6-го числа, Трумэн бросил первую бомбу атомную. Атомную на Японию. Это 6-го числа. Вторую бомбу бросил 9-го. Нас не информировали об этом. Мы не знали, что это самое. Но уже 26-го августа нашу дивизию полностью организовали карантин для переброски в Японию. Японию тоже мы должны были разделить на 3 части, как Германию. Американский, английский и российский. Ну, а потом, как-то случилось после вот этой самой бомбежки. И, по-видимому, наши или не согласились, или что, нас сняли с карантина и сказали, что мы не поедем. А дальше причина какая-то. Где вы встретили День Победы? День Победы... 9-го мая. Что делать? Значит... Да, День Победы очень интересный. Я уже сказал, мы были в молокопах, мне пригласили в Сулчан, там штаб армии первой, на беседу. Это было 6-ое число. 6-ое число, да. 6-ой мая. Или так, или 6-ой. А там штаб армии. Значит, меня хотели назначить преподавателем училища. Я говорю, я не хочу, я хочу воевать. Патриот, хочу воевать. Они говорят, хорошо, на обратном пути. То есть вот там же, посеять, посеять. Там же мы вышли, пошли, со мной тоже несколько было офицеров, пошли на рынок. А там крашеные яйца продавали. По моему, значит, Пасха была. Ну, в общем. Мы там побыли, значит, сели в поезд и обратно к себе туда, в Градеково. И в поезде, значит, объявляют, конец войны. И мы приехали, значит, радовались, что войны конец на Западе. Ну, нас предупредили, готовьтесь. Теперь ваша очередь. Что-то хочется еще добавить вам к сказанному? Добавить что-то хочется еще? Рассказать, может быть? Ну, больше ничего такого. А что бы вы хотели пожелать молодежи? А, молодежи? Надо трудиться. Надо создавать. Не заниматься купли-продажи. А надо создавать. Наша молодежь вот этих самых, этих годов, 50-х, 60-х, 70-х годов, они трудились, они создавали что-то. А сейчас наша молодежь купли-продажи. Ну, это Кисловодство, да. Купли-продажи. А в других городах совсем ничего. Это не только Кисловодство. Егорский, в первую очередь, так. Поезжать туда, на север, туда, в этом самом, вижу, там, не работают. Надо создать. И надо организовать какую-то организацию. Ну, пусть будет не комсонов, назовите, что там такое. Но чтоб молодежь занималась чем-то полезно. Не в подвалах там, а занималась. Учились и свою вот эту само образование принялись на практике. Вот это было бы очень хорошо. Спасибо огромное. И вот, чтоб они оторвались от этих бандитских организаций и прочего. Каждый день, как что-то по телевизору, так убили там, это сами там устояли там. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. Ну, пожалуйста. Спасибо.